Семь горожан наказали за шумное поведение по ночам. На заседании последней административной комиссии Нарьинмара рассмотрены семь дел в отношении горожан, которые нарушали тишину и покой в ночное время. Два из них за административное нарушение получили предупреждение, остальные штрафы от 500 рублей. Наибольшую сумму штрафа 4000 рублей назначили гражданину за четвертое нарушение сна соседей. Мы решили выяснить, кто мешает нарьинмарцам спать и как с этим бороться. Буйные соседи, бытовая техника, работающая по ночам в целях экономии, шумные автомобили, разрезающие ночную тишину. Каждый второй нарьинмарец хоть раз в жизни, но сталкивался с нарушителями ночного спокойствия. Сколько вам нужно времени, чтобы выспаться? Вот чтобы себя хорошо, бодро чувствовать, сколько вам нужно спать? Ну, часов шесть. А бывали такие случаи, что вам мешал кто-то? Соседи, шум на улице? Да нет, у нас в принципе дома спокойно. То есть вам повезло? Да. Можно так сказать? Пока поговорить не помогает правоохранительный орган. А были случаи, вы обращались уже? Да. Честно, да. Помогало? Понимали соседи? Временно. На этот период только. И все. А в дальнейшем опять то же самое. А получается всегда выспаться? Всегда досадок? Нет, не всегда. А почему? Что мешает? Ну, в данный момент, наверное, то, что мы все зависим от соцсетей. Есть ли такие внешние раздражители, как телевизор, компьютер и телефон можно контролировать силой воли, то на буйных соседей можно воздействовать при помощи правоохранительных органов. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в нашем округе предусмотрена законом Нениско-автономного округа об административных правонарушениях в округе. Это номер 366 ОЗ от 29 июня 2002 года. В данном законе предусмотрено, что тишина должна соблюдаться в период времени с 22 часов до 6 утра. Если нарушается тишина и покой граждан, и люди обращаются в Управление ВДР по Нениско-автономному округу, соответственно, сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, выезжают на место происшествия, собирают необходимые документы и потом направляют на рассмотрение в административную комиссию. Нарушение спокойствия горожан предусматривает штрафные санкции. На первый раз штраф для граждан от 500 до 1000 рублей. Юридическое лицо заплатит от 10 до 30 тысяч. Систематическое повторное нарушение покоя обойдется от 2 до 5 тысяч и от 30 до 50 тысяч соответственно. По мнению врачей, нарушение сна – проблема глобальная. Недостаток его приводит к тому, что люди выглядят не лучшим образом, испытывают депрессию и раздражительность. Идеальное время для того, чтобы лечь в кровать от 21 до 45, а проснуться в 6 до 55. Отсюда, как снежный клубок, будут происходить расстройства центральной нервной системы, головные боли. Ну и вот статистика показывает, есть такая статистика, ученые исследовали эту тему, что нарушение сна в первую очередь приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, это артериальная гипертония, шимическая болезнь сердца. А затем поражение центральной нервной системы и могут влиять вплоть до развития онкологических заболеваний. Ночью, по словам специалистов, слуховые анализаторы работают лучше, поэтому слышим и чётче. Даже самый тихий шорох может стать причиной бессонницы. Это всё очень сильно влияет на состояние сна, потому что головной мозг в процессе сна должен отдыхать, а если есть какая-то шумовая нагрузка извне, он отвлекается и, соответственно, все процессы, которые должны быть нормальные, они нарушаются. Кроме того, исследования показали, люди, которые мало спят, страдают от повышенного артериального давления. Поэтому рекомендуют спать от 7 до 9 часов.